К новостям о спорте. Нижегородские волейбольные клубы АСК и Спарта приближаются к завершению своих сезонов. Подробности расскажет Денис Борисов. Волейбол как профессиональный вид спорта в Нижнем Новгороде развивается уже давно, но до чемпионата Суперлиги наши коллективы Спарта и АСК добрались лишь пару лет назад. В этом волейбольном сезоне команды сохранили показатели предыдущих выступлений Суперлиги и на фоне своих соперников успели удивить любителей волейбола на финишной прямой регулярного чемпионата. АСК закончил путь в основной стадии сезона на 11-й строчке турнирной таблицы, одержав победу в марте над фаворитами Губка, после чего встретился с командой из Геймерова, которая завершила сезон на 6-й строчке. Серия с Кузбассом показала, насколько важна поддержка болельщиков для наших парней и АСК героически вырывает победу, выписывая себе путевку в 1-4 стадии плей-офф, где, к сожалению, команда уступает самому титулованному клубу Казанскому Зениту. АСК еще успеет порадовать болельщиков и поборется в полуфинальной серии за 5-е-8 место в турнире. Спарта завершила регулярный чемпионат на 12-м месте. Для команды это третий сезон Суперлиги, и она еще успеет проявить себя, так же, как это было и на других этапах развития команды. Клуб постепенно укрепляется в чемпионате, а вместе с ним сильнее становится и любовь болельщиков. Спарта показала, что может конкурировать и с более опытными соперниками, но пока команда завершает регулярку вне зоны плей-офф. Для команды сезон еще не окончен. Спарта отправляется бороться за места с 11 по 14 в чемпионате, где ей предстоит провести еще три встречи. Служба информации Денис Борисов. И сегодня у нас в прямом эфире капитаны команд Юлия Синицкая, Виктор Никоненко и президент клуба Дмитрий Фомин. Здравствуйте, очень рада видеть вас в нашей студии. Ну и сразу же вопрос президенту Дмитрий. Сезон завершается. Дайте оценку играм Спарты и АСК. Я бы сказал, что сезон завершается на хорошей ноте. Мы показали великолепную игру, как мужская команда из Катак и женская. Мужчин нам в данном случае повезло немножко больше. Мы даже сотворили маленькую сенсацию, попав в следующий этап плей-оффа. Кто от нас, в смысле от нас никто этого не ожидал. Поэтому я думаю, что результат еще может быть впереди. У нас плей-офф продолжается. Мы еще можем порадовать болельщиков. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать, что результатом все довольны. Вопрос Юлия. Юлия, у Спарты еще три игры. Все же в итоге в регулярном чемпионате можно было быть выше? Да, конечно. Можно было быть выше. В целом начало чемпионата мы начали очень хорошо. Выиграли одного из лидеров Суперлиги женской. Это Динамо Акбарс. Также была серия игр из пяти партий, где мы забирали победы. Но ближе к середине сезона, так скажем, был спад у команды. Это связано, конечно, с травмами основных игроков. И я все-таки считаю, что у нас команда достаточно молодая, поэтому в некоторых играх не хватило опыта, где-то смелости. Но перед нами еще стоит задача быть выше, чем в том сезоне. Поэтому сейчас усердно тренируемся, чтобы ее выполнить. Спасибо большое за такой ответ. Вопрос капитану АСК. Виктор, прошли Кузбасс, в четвертьфинале споткнулись на «Зените». Будет ли у команды мотивация бороться в матчах за пятые и восьми места? Мотивация будет, конечно. Команда уже выполнила задачу, которая была поставлена. И сейчас, если каждый из нас может сказать, что он занял пятое место в чемпионате России, это очень хорошо. Хотя бы для личного роста. Плюс, конечно, мотивация от директора клуба, финансовая, премия. Все имеет место. Дмитрий, вопрос вам. В целом, волейбол от АСК «Спарта» за сезон сделал ли шаг вперед? Смотрите, сезоны на самом деле разные. И говорить о том, что мы сделали или не сделали. Два сезона назад мы были восьмые, потом были десятые, я имею в виду про АСК. Сегодня мы уже минимум восьмые. Поэтому, на самом деле, спорт – это такая штука, где 2 плюс 2 не будет 4. Поэтому не можешь знать наперед, что случится. На самом деле, нужно смотреть, на мой взгляд, на радость болельщиков. Если кто присутствовал на матчах, не могли не заметить, что болельщики были фантастически рады. Последний матч МАСК. Поэтому это, наверное, тот момент, ради которого мы работаем. На девчонок, на «Спарту» приходило чуть меньше народа, потому что, ну, действительно, были проблемы. И, ну, пока мы не можем скомплектовать команду, которая вела бы борьбу за более высокие места. Но в этом году мы и так три лидера обыграли. Поэтому все равно свои успехи маленькие, но есть. Это хорошо. Юля, какие игры больше всего запомнились? Ну, конечно, наверное, запоминающие самые – это победы. Потому что это всегда, как минимум, приятно. И в эти моменты понимаешь, что ты не зря столько тренируешься, работаешь. Но хочу отметить игру с «Протоном». Это домашняя долгожданная победа. Вот. Также запомнились очень обе игры с «Краснодаром». И из последних – это игра с «Заречем» Одинцова. Несмотря на результат, 2-3 была колоссальная поддержка болельщиков. На самом деле, очень приятно играть в такой вот атмосфере. И мы, честно, на самом деле не ожидали, что и столько болельщиков было. Правда, очень приятно. Виктор, вам аналогичный вопрос. Ну, ответ такой же. Это победные игры, конечно. Наверное, самый запоминающийся – это с «Кузбассом». Игра дома. И потом на выезде, когда ты едешь туда, понимаешь, что надо выиграть здесь сейчас. Не доводить до золотого сета, в котором вообще все может развернуться. Поэтому это «Кузбасс». Дмитрий, болельщиков в этом сезоне прибавилось? Ну, несложно сказать, потому что на определенные матчи наш зал заполняется полностью. Прибавлять уже в следующий некуда. Но, скажем так, когда мы играли с «Зенитом», последний матч дома, мы выставляли дополнительную трибуну, и она была полная. Поэтому я могу сказать, что прибавилось. Это хорошо, конечно. Юлия, успевает ли «Спарта» следить за другими игровыми видами спорта в регионе? Да, иногда следим в социальных сетях или по новостям. Там, баскетбол, хоккей. Знаю, что наши баскетболисты выиграли Кубок России. Также молодежная команда по хоккею «Чайка» в финале Кубка Харламова. На самом деле, могу с уверенностью сказать, что нижегородский спорт поднимается, растет. Конечно же, желаю дальнейших побед нашим спортсменам. Виктор, а вы успеваете? Ну, посещать игры не получается, но в раздевалке все в курсе, что происходит, скажем так. А как у вас это происходит? Ну, как приходишь на тренировку, и там еще 20 минут сплетни, слухи и новости. А других, да, соответственно? Конечно, конечно. А что о своих? О своих, все, пошел тренироваться. Посплетничал, пошел работать. Это прекрасно. Дмитрий, планируете ли сохранить составы? Да, мы планируем, но мы стараемся по мере наших возможностей. Здесь, знаете, как говорится, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Поэтому мы стараемся соединить эти две кривые, которые не соединяются вместе. То есть желания и возможности. Поэтому хотелось бы, конечно, сохранить, хотелось бы усиливаться, хотелось бы делать шаги вперед. Но на сегодняшний день мы исходим из той реалии, которая есть. Поэтому на самом деле хочется, чтобы на следующий год мы тоже радовали болельщиков в первую очередь. И наши игры вызывали огромный интерес, как в этом году, чтобы люди стремили попасть в зал. И все время, чтобы видели ту борьбу, которую мы показали на последнем этапе чемпионата. Поняла. Юлия Виктор, сезон завершается, скоро у вас отпуск. Как проводит отпуск волейболисты? Вот интересно, чем вы занимаетесь и сколько он длится? Тренируетесь ли вы? Встречаетесь с командами или полностью абстрагируетесь? Не знаю, уезжаете куда-нибудь? Давайте, Юлия, дамам вперед. Ну, лично у меня в первую очередь это поездка в родной город. Там у меня живут родители, друзья. Также люблю путешествовать, если есть возможность, за границу, либо города по России. После этого, как правило, начинается плавная подготовка к следующему сезону. Это тренажерный зал, бассейн. Ну и лично у меня хобби – это летние пробежки. А вы из какого города? С Северодвинск, это Архангельская область. То есть когда начинается отпуск примерно? В каких числах у вас? Конец апреля, начало мая. Как правило, в последнее время идет месяца два отпуск. Ага. Ну то есть за это время вы не тренируетесь, не скучаете по тренировке? Вы просто уезжаете и все, полностью отдыхаете. Так это происходит? Ну, наверное, первый месяц, да, стараешься проводить время с близкими, с друзьями. Плюс еще хорошая погода, это не может не радовать. А потом все-таки профессиональные спортсмены, наверное, все уже начинают скучать. И, как правило, начинаем индивидуально тренироваться. Виктор, чем занимаетесь вы в отпуске? Юлия Прайми говорит, что сначала отдых, но я могу сказать, что подавляющее большинство волейболистов в отпуске не трогают волейбольный мяч. И это, ну как бы, нормально. Надо соскучиться по этому виду спорта все равно, что потом ты 10 месяцев, ты должен ему отдаться полностью. В отпуске, да, главное провести время с семьей, посетить родной город, встретиться с родителями, друзьями, накопить такую положительную энергию на весь сезон. А потом снова, заново. Ну, я вам желаю хорошего отпуска. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Ну и, Дмитрий, вопрос вам. Ведется ли уже работа по следующему сезону? Расскажите об этом поподробнее. Расскажу поподробнее. Наш вид спорта на сегодняшний день принимает такой вид, что работа по следующему году начинается вести чуть ли не с сентября прошлого года. Поэтому здесь бы уместно был вопрос, закончилась ли она. Да. На самом деле, почему-то сейчас такая тенденция, что у нас уже к декабрю месяцу, к концу декабря многие клубы укомплектованы. И на сегодняшний день, то есть, естественно, она ведется, естественно, мы ищем, то есть, поиск у нас не ограничен, то есть, мы ищем и по России, по России всех знаем на самом деле, ищем по зарубежным странам. Ну, естественно, сейчас ведется, потому что где-то какие-то изменения происходят, и приходится искать игроков, к сожалению, которых на сегодняшний день очень мало. То есть, у нас рынок спортсменов на сегодняшний день меньше, чем запрос. Почему так происходит? Ну, сложный вопрос. Надо целую передачу нам посвятить этому, потому что, на самом деле, для меня тоже, почему так происходит. То есть, на сегодняшний день, я не знаю, как другие виды спорта, но волейбол, это 100%, что у нас игроков меньше, чем нужно для рынка. Может быть, в связи с тем, что сейчас иностранцы не хотят ехать в Россию, может быть, с этим. И также, российские игроки сейчас делают попытки выехать за границу. Вот, эти два, скорее всего, эти два компонента, они повлияли на рынок. И приходится, вот, приходится ужиматься здесь, искать, то есть, различными способами приходится искать, как завлечь сюда спортсменов, чтобы они приехали. Поняла. Дмитрий, Юлия, Виктор, спасибо вам большое за уделенное время, за такую интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам. Надеюсь, что не в последний раз. Я вас провожаю.